МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортёр 73 представляет информационный выпуск «Каждый день вечера утра». Реальность сама складывает картину дня. В студии Екатерина Терещенкова. Смотрите сегодня в программе. Можем помочь и помогаем. Там осталась моя сестра в Мариуполе. Я не знаю, вышла она, не вышла. Невозможно было вылезти и пробежать в квартал. Ульяновская область приняла 500 жителей Мариуполя. Отдохнуть в лагере с пользой и выгодой. Стоимость путёвки в каком-то лагере, а в лагерях разная стоимость путёвки, 30 тысяч рублей. Родитель оплачивает только разницу между фактической стоимостью и суммой возмещения. С 31 марта открыта продажа путёвок с кэшбэком. Жаркий холод. Когда плывёшь в соревнованиях, то думаешь, как бы быстрее плыть плыть. И вот я наберёк плыть 100 метров, я вылез и даже не почувствовал, что я замёрз. Моржи вернулись рекордсменами России и мира. Станция Ульяновск-3. Поздний вечер 29 марта. Спустя чуть больше месяца сюда снова прибывает состав с вынужденными переселенцами. Полтысячи человек, чьи дома, ставшие огневыми точками, обращены в руины. Они прорывались к российской границе, а им в спины стреляли. Мариуполь, которую украинская сторона пообещала превратить во второй Сталинград, из которого до последнего не выпускали мирных жителей. Люди, прибывшие в Ульяновск, рассказали свои страшные истории. На перроне эшелон встречала наша съёмочная группа. На станцию Ульяновск-3 вот-вот прибудет состав Таганрог-Ульяновска. В этот раз встречаем жителей Мариуполя. Вынужденных переселенцев около 500 человек. Всё уже готово. Гостеприимства нашего региона хватит на всех. Вынужденных переселенцев разместят не только в областном центре, но и в районах области. Ульяновск, Ульяновский район и Димитровград. В городе Атомщиков для размещения готовы 196 мест в лагере «Смарт» и профилактории «Сосновый бор». У нас 7 точек гуманитарной помощи в городе Димитровграде действуют. Это помимо религиозных организаций, собирают наши учреждения, это управление гражданской защитой, управление реализацией социальных программ. Сегодня мы постарались передать в пункты временного размещения, которые сейчас будут принимать жители Мариуполя, максимальное количество возможных средств первой необходимости, зубные пасты, щётки и так далее. То есть всё, что мы могли, мы уже выдали. Собственно, теперь, если жители снова откликнутся, будем очень рады. Помощь от жителей продолжает поступать. Пополняются и волонтёрские ряды. Всё больше людей отзывается. Чужого горя нет. Люди готовы предложить всё, что в их силах, готовы это сделать. И вот эта спецоперация, она не разъединила наших людей, как, возможно, кто-то предполагал, а наоборот сплотила, посмотрите, сколько людей приходит. Знаете, у меня родственники тоже когда-то возвращались с Украины, поэтому это как бы близко мне. Хочется помогать всё-таки людям, потому что, кто знает, когда-то, может, и ты окажешься в такой трудной ситуации. В 2014 году эвакуировалась сама. Сегодня помогает соотечественникам. Дарья – студентка колледжа государственной службы. По зову сердца – волонтёр. Для меня важно, потому что, во-первых, это мои земляки, во-вторых, я знаю, как это тяжело, поэтому я просто обязана быть сегодня здесь и помогать. Помогают все. Региональные ведомства мобилизовались на поддержку людей, вырвавшихся за границу кошмара. Наши сотрудники находятся постоянно на связи с проживающими, организуют их времяпровождение, взаимодействуют с другими органами исполнительной власти, такими как образование, здравоохранение, собирают списки необходимых товаров, лекарственных препаратов, которые нужны гражданам. Первым делом первая помощь. Среди пассажиров спецсостава – инвалиды и люди, пострадавшие от обстрелов. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Всё здесь, не переживайте. В вагонах людей обследовали, провели и ковид-тестирование, выявили первейшие потребности. Почти месяц без еды и воды в подвалах. Местные власти нас бросили, говорят мариупольцы, поставили живым щитом. К ДНР пробивались подградами, измождённые и замёрзшие. И только в Народной Республике вновь обрели надежду. Встречали нас хорошо, помогали нам тоже хорошо. Всем довольны, очень рады, да. Спасибо Российской Федерации, что она про нас не забыла. Там осталась моя сестра в Мариуполе. Я не знаю, вышла она, не вышла. Невозможно было вылезти и пробежать квартал. И я бежала за сына кроссовочками. Тут разрыв. Горловская неживая, частный дом. А сын стоит и говорит, ма, я боялся поворачивать. Я думал, тебя больше нет. Первая встреча за 8 лет. Сергей Нехащенко, ныне житель Перми, туда же, прямо со станции, увёз родителей, с которыми встретился в поезде. Станислав Евгеньевич, как и все в этих вагонах, знает и открыто говорит, кто повинен в том, что любимого города больше нет. Дом разбит, ну как, многоотажка. Расстреляли там дыры, стёкол нет. Жить невозможно. В квартале почти все дома сгорели. Почти. А поджигали их люди, которые специально засылали. Какие, могу сказать, азов. Самое страшное позади, но многим из прибывших требуется длительная реабилитация. Одним некуда возвращаться, у других потеряна связь с родными. Украинская армия взрывала мосты и ставила блокады. Но люди спаслись через российский коридор. Теперь в Ульяновске им придётся привыкать к новому дому и учиться спать спокойно. Вера Мещерякова, Сергей Рябухин, репортер 73. Тишина, неразрываемая грохотом орудий. Жители Мариуполя провели первую ночь на Ульяновской земле. Их истории – самое достоверное доказательство того, что на самом деле происходит сейчас на Украине. В противостоянии с российскими войсками ВСУ и нацбаты не считают мирной жизни. Наш корреспондент работает на территории Донецкой Народной Республики. Накануне пул журналистов, приехавших со всей России, отправился в Волноваху. Из города на юго-западе Донецкой области короткое видео. Это знаменитая больница в Волновахе, которая уже облетела кадры всех мировых информационных за моей спиной, за самая регистратура, из которой не вылетело ни одного личного тела больного при обстреле, хотя само здание пострадало кошмарно. Как сейчас нам рассказали местные военные, милиция ДНР, ДНР, которая занимает в настоящий момент определенный пункт, украинцы били сами по своим. Здесь находились военнослужащие ВСУ, а с той стороны здания било БМП, и оно точно знало, что здесь находятся собственные войска. Вот такой кошмар происходил в эти дни, в этом месте. До лета чуть больше двух месяцев, но родители уже начинают задумываться об отдыхе своих чат. 31 марта стартует программа кэшбэка за детский отдых. Она разработана и действует благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и позволяет выгодно приобрести путевки. Поехать по ней в лагерь дети смогут с 1 мая до 1 сентября. Кроме того, ульяновцы могут воспользоваться еще одной мерой поддержки – региональной субсидией, которая покроет часть стоимости путевки. Как все работает, разбиралась Анна Чайникова. Поездку в детский лагерь Коля ждет с нетерпением. В летнем отдыхе он уже не новичок. Прошлогоднюю смену в одном из учреждений Ульяновской области до сих пор вспоминает с трепетом. В прошлом летом мне очень понравилось, потому что, во-первых, лагерь – это новые знакомства, новые друзья, новые впечатления. Где-то далеко от дома, в лесу, там хорошо, красиво. Тебе интересно, я ехал туда за друзьями, там тоже много новых друзей завел, было очень интересно, мне понравилось. Впечатлений море, а вот выгоду получить не удалось. В стартовавшей в прошлом году федеральной программе кэшбэка на детские путевки семья Кропачевых поучаствовать не смогла. Так как программа кэшбэка за путевку, за детский оздоровительный лагерь, за летний, она стартовала в мае прошлого года, а нами была оплачена путевка ранее, была оплачена наличными. А эта программа, она подразумевает оплату «Карты МИР». В этом году планируют наверстать упущенное. Продажа путевок по программе начнется 31 марта. Вернуть можно до 50% стоимости, но не более 20 тысяч рублей. В бюджете Российской Федерации предусмотрено определенное финансирование на реализацию этих программ. Поэтому, соответственно, есть определенное окно продаж в рамках которого граждане могут приобрести эти путевки. Но в случае, если средства федерального бюджета на эти мероприятия заканчиваются, соответственно, и программа тоже может быть завершена. И еще на дневные, например, пришкольные и палаточные лагеря детский кэшбэк не распространяется. Только стационарные. Жителям Ульяновской области, помимо федеральной, доступна еще одна мера поддержки. Региональная субсидия позволяет возместить денежные средства за путевку в детский лагерь. В этом году 16 394 рубля на семью. Федеральной и региональной мерами можно воспользоваться одновременно, что делает детский отдых максимально доступным для родителей. Выгоды на простом примере. Стоимость путевки в каком-то лагере, а в лагерях разная стоимость путевки, 30 тысяч рублей. Родитель оплачивает только разницу между фактической стоимостью и суммой возмещения. 30 минус 16 тысяч рублей, допустим. И оплачивает он 14 тысяч. 14 тысяч оплачивает картой МИР и получает по федеральному кэшбэку еще 50%. В итоге путевка обойдется родителю в 7 тысяч рублей. Причем воспользоваться федеральной поддержкой можно несколько раз. Если детей в семье несколько, кэшбэк будет с каждой покупки. Даже если один ребенок поедет несколько раз и в разные лагеря, возврат также будет с каждой поездки. Для родителей и детей, относящихся к льготным категориям граждан, с 1 апреля начинается прием заявок на бесплатную путевку в оздоровительный лагерь. И в течение 10 календарных дней принести пакет документов. Многие родители уже знают, но тем не менее, хочу сказать, это копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта родителя, либо законного представителя. Это справка в оригинале из школы. И это документ, подтверждающий категорию ребенка. В этом году предусмотрено около 4 тысяч бесплатных путевок. Всего оздоровлением детей и организацией их досуга займутся 24 лагеря, которые уже готовятся принять юных гостей. Анна Чайникова, Сергей Рябухин и Бахтияр Салтанов. Репортер 73. Третий пакет мер поддержки сферы информационных технологий вступит в силу в ближайшее время. Помощь у мам оказывают в ускоренном режиме, чтобы не допустить кризиса в этом направлении. У ульяновских компаний пока все без изменений. Работают с иностранными партнерами, сотрудничают. Тем не менее, трудности есть, и решать их нужно вместе. Поэтому федеральные эксперты, ульяновские IT-специалисты и представители власти организовали мозговой штурм. Подробности у Маргариты Матюшинской. Иностранные компании покидают российский рынок, в том числе и организации, занимающиеся разработкой виртуальных продуктов. Но, по мнению экспертов, с программным обеспечением в России все в порядке. Семилетнее импортозамещение дает возможность увереннее встать на ноги IT-направлению. Есть проекты, не дотягивающие до мирового уровня, но и здесь российские разработчики находят плюсы. Появилась возможность совершенствоваться в кратчайшее время. Председатель Ассоциации разработчиков «Отечественный софт» со знакомой многим фамилией Наталья Касперская уверена, что темпы импортозамещения инновационных продуктов увеличатся, не потеряв при этом в качестве. Сейчас мы оказались в ситуации, когда нам надо импортозамещаться резко, срочно и обязательно. И это, на самом деле, хороший путь в том смысле, что он не дает возможности каких-то пересмотров или отскоков. У нас, с точки зрения программного обеспечения, я совершенно авторитетно могу заявить, практически все классы программного обеспечения присутствуют в стране. Разработкой и обеспечением этих программ занимаются в том числе и в Ульяновске. Помогать айтишникам в нашем регионе начали еще до того, как это стало мейнстримом. Льготы, пониженные налоги и другие поощрения для продуктивной работы. Теперь о комфорте разработчиков и программистов позаботились и на федеральном уровне. Запрет на плановые и внеплановые проверки, льготное кредитование и ипотека, отсочка от армии для сотрудников отрасли. Важно отметить, что патендовать на меры поддержки могут только аккредитованные айти-компании. Есть вещи, которые нужно решать на федеральном уровне. И работает такая группа, я один из руководителей этой группы, межфракционная группа по импортозамещению. В частности, в сфере айти-технологий. Там не только эти технологии, но в том числе и в этом. Работа кипит, трудности решаются. Одна из основных – нехватка специалистов. Российские компании сотрудничают с университетами, чтобы закрыть кадровые пробелы молодыми умами. По оценкам экспертов, в настоящее время ситуация достаточно стабильная. Но чтобы не выбиться из равновесия наверняка, необходимо наладить комплексную совместную работу. От кузницы кадров до творческой мастерской. Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер «73». 25 тысяч человек-активистов объединила Детская общественная палата региона. Они есть в каждом районе Ульяновской области. Задорные, молодые и оптимистичные волонтеры и помощники, творцы и спортсмены, начинающие экологи и журналисты. Четыре года назад первыми в стране ульяновский проект под названием «Детская общественная палата» положил начало движению молодых, пример с которого теперь берут во всех регионах России. Сегодня ребята собрались в аудитории Ульяновского госуниверситета на свой четвертый съезд, делились успехами и строили планы. Дети сегодня обсуждают далеко не детские проблемы, создают и воплощают в жизнь проекты как развлекательно-познавательного, так и патриотического толка. Детская общественная палата решает вопросы в школах, в муниципалитетах, и не зря у нас есть наш слоган «Решаем детские вопросы по-взрослому». Это получается уже четвертый съезд, и получается нашей детской общественной палате вот уже будет пять лет. То есть у нас в октябре будет проходить крупное такое мероприятие, называется фестиваль «Бродвей в кармане». Всех желающих приглашаем на него, то есть умеете петь, танцевать, рисовать, вышивать, все что угодно. Своими руками сделать цветок из металла или голландскую косичку, или сшить из фетра значок по мотивам комиксов. Мастером быть не обязательно, «Бродвей в кармане» – особенный проект детской общественной палаты. Его догма – это не конкурс. Комиссия не проводит отбор и с радостью принимает каждую заявку на участие. Детская общественная палата реализует много проектов, связанных с патриотическим направлением. Мы стараемся, чтобы ребята не забывали о героях, об истории родного края. Например, в этом году у нас прошел конкурс «Эссе» «Люблю тебя, мой край симбирский». Всего на стол жюри легла 151. Работа победили 12 учеников из разных районов Ульяновской области. За время своего существования детская общественная палата зарекомендовала себя как действенный инструмент повышения социальной активности молодежи. Перед тем, как подвести итоги и оценить события года, найти поводы для гордости, юных общественников поприветствовали старшие коллеги. Мы стараемся быть на вас чем-то похожи. Конечно, нам уже не получится стать членами детской общественной палаты. Вам-то еще у вас все впереди. Но для этого мы становимся выше и моложе, и активнее. Четыре года – это все-таки хороший срок для того, чтобы сказать, что, как у самолета, разбег закончен, пора взлетать. Менять мир, делать его лучше. Возможно, ну, конечно, может быть, и каждому по силам, но все-таки, возможно, вместе. Это будет сильнее и лучше. Вы умеете работать в команде. И это еще раз доказывает, что вы на правильном пути, и у вас обязательно будет результат. Вместе у нас все получится. Классно. Умеют работать в команде и активно набирают в свои ряды последователей. За прошлый год детско-общественная палата провела 12 заседаний, организовала 13 акций различных направленностей с захватом более 25 тысяч человек. Среди них – такие, как «Щедрый вторник». Рассказывали населению, как уберечься от мошенников. Акция ко дню матери. «Открытка для мамы. Моя самая любимая акция. Не посещайся от этого слова. Спасибо врачам». Это акция, где мы в видеороликах благодарили работников медицинских служб за их непонятный трус в такое тяжелое для нас всех время. Акция к 23 февраля «Защитим память героев». «Свеча памяти» и другие. Глядя на юных общественников, взрослые учатся находить радость в настоящем моменте, не оглядываясь на канувшее в забвение прошлое и не живя в иллюзорном будущем. Задавать вопросы, смотреть на вещи по-новому, мечтать и действовать. Павел Патриков, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Произносим «Экситон», подразумеваем успех и творческий драйв. Именитый ульяновский коллектив давно и прочно завоевал своего зрителя не только в России, но и далеко за ее пределами. Буквально на днях одна из групп эстрадного балета «Экситон» прошла в престижный проект «Страна талантов» одного из федеральных телеканалов. Еще одна группа под названием «Русалочки» и вовсе удостоилась почетного эпитета «Непобедимые». Почему? Узнавала моя коллега Татьяна Домоданова. Это индийские дикобразы. То, что есть предыстория о том, что они стреляют с иголками, это ложь. Они ими не стреляют, просто распушают и как защита, как парус получается. Редкий досуг группа под названием «Русалочки» ульяновского эстрадного балета «Экситон» проводит в зоопарке. Общение с братьями нашими меньшими, своего рода релакс, который необходим юным танцовщицам. Ежедневно не менее трех часов каждая посвящает освоению его величества танца. И даже здесь, на природе, все разговоры сводятся к одному. Танцы мне дают форму, растяжку, гибкость и целеустремлянность. Сама дома иногда даже танцую. Например, классикой иногда занимаюсь. Могу включить музыку, например, из интернета. Хореографию я люблю за всякие разные позы, красивые. Можно что-нибудь импровизировать. Современная хореография, классический танец. Силы, ну как-то они сами остаются, потому что себе нравится танцевать. В Оксетон они пришли еще трехлетними, сейчас девочкам по 10-11 лет. И они уже, без преувеличения, именитые танцовщицы. Только в 2022-м русалочки, которых уже окрестили непобедимыми, завоевали гран-при престижных международных хореографических конкурсов «Танцуй Самара» и «Дэнс Москл». Нам поставили номер, и мы его назвали в бассейне. А потом педагоги подумали и решили его назвать «Непобедимые русалочки». Именно этот конкурсный номер получил отдельный приз за лучшую балетмейстерскую работу. С самого рождения я мечтала стать танцовщицей, мечтала танцевать, мечтала занимать первые места. В танце я могу выразить всю свою внутреннюю натуру и показать всю себя. Совсем скоро, после поездки в Ёж-Коралу на юбилей Михаила Петровича Мурашко, у нас следующий этап – это конкурс «Короли танцпола» в городе Казань, куда мы едем тоже такой сильной командой. И опять же у нас надежда на нашу группу замечательную. Несмотря на ежедневные многочасовые тренировки, все русалочки успешны в учебе, а каждая имеет свое особое хобби. Увлечены вязанием и вышивкой, кулинарией и рисованием. Я очень люблю рисовать. Особенно там маркеры, мне нравится раскрашивать все. У меня есть уже целый альбом. А еще – ведением концертов и даже дрессурой домашних животных. Это кексик. Я очень люблю с ним играть и гулять. Мне подарили его на день рождения. Теперь я счастлива. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Шесть горячих дней в холодной Карелии провели ульяновские моржи. Чемпионат мира, на который, собственно, прибыли в нынешних реалиях, спешно переформатировался в международный чемпионат по зимнему плаванию. Против наших спортсменов суровые погодные условия и свыше 300 подкованных соперников из разных стран мира. За наших спортсменов – первоклассная подготовка и желание победить. Вот так я делаю тысячи упражнений, Танюша. Когда прорубь не прорублена, я вот так делаю до тысячи упражнений. Смотри, Танюша, вот так. Друзья и коллеги по зимнему плаванию называют ее Антошей. Другие – уважительно Антонина Валерьевна. Спортсменка Жуковская, когда-то практиковавшая женский футбол, а затем оставившая его из-за тяжелых травм. После длительной реабилитации, когда ноги если и шли, то все равно не уверена, решилась поплыть. От меня ведь отказались и тренера в 2016 году. Сказали, нога не работает, рука не поднимается. У меня же вторая бессрочная группа. Поэтому мне было тяжело это все преодолевать. И, конечно, мотивация была серьезная, потому что пять лет со мной работает уже тренер. Пять лет. Валентина Николаевна Лагунова, пожалуйста, передайте ей большой привет от меня. Шесть лет в ледяной воде. И самый удачный результат – шесть золотых медалей, только что привезенных из Петрозаводска, с Международного чемпионата по зимнему плаванию «Карелия-2022». Ульяновскую область представляло восемь спортсменов. Получено 26 медалей, из них 17 – чистое золото. Беспрецедентный успех нашей Федерации моржей и ее секретное оружие. Все очень просто. У нас есть тренер, заслуженный тренер Российской Федерации по плаванию, который знает, как делать, и мы тренируемся под его руководством. Без тренера сейчас никуда. Назовите имя. Нечков Юрий Павлович. Благодаря первоклассной подготовке и собственному мужеству нашей командой поставлено четыре мировых и пять рекордов России. И все это в сложнейших погодных условиях. Под снег с дождем и шквалистый ветер с Онежского озера до 28 метров в секунду при температуре воды в ноль градусов. Когда плывешь в соревнованиях, то думаешь, как бы быстрее плыть. И вот я, например, плыть 100 метров, я вылез и даже не почувствовал, что я замерз. Юрий Сапожников в 2001-м ушел на пенсию и тут же в свободное плавание. За 22 года экстрим-режима где только не побывал и какие только глубины не покорял. Чемпионат в Карелии принес спортсмену сразу два рекорда – российского и мирового достоинства. Всем ульяновцам привет! Вообще вопрос про возраст считается некорректным, но не в данном, попрошу заметить, случае. Потому что Юрию Владимировичу сколько лет? Больше 80 лет. Ну, 80 лет и 4 месяца. 80 лет и 4 месяца. У меня остается сейчас только один вопрос – как? Плавание в холодной воде приносит душевную радость, здоровье, счастье, желание жить, работать, творить и любить людей. На сегодняшний день в региональной федерации зимнего плавания 160 спортсменов. В апреле избранная команда отправится на очередной ледяной заплыв в Чувашию. Мы охотники за удачей, мы ульяновские моржи. Татьяна Домоданова, Сергей Рябухин, репортер 73. Индивидуальные занятия сурдопедагога-психолога по развитию речи детей с нарушением слуха. Возраст от 1 года и старше. Развитие слухового и слухозрительного восприятия. Сурдоцентр 46-30-40. Выкуп автомобилей целых битых неисправных. 96-03-81, 96-03-81. Чашечку чая? Может лучше фреш? Испечем пиццу! Мегастрой создаст дизайн кухни под ваши размеры, доставит и установит ее. Мегастрой. С нами все получится. Читайте в новом выпуске «Аргументов и фактов». Главная тема – как сделать рубль одним из международных средств платежей. На первой полосе регионального выпуска – когда же закончится несладкая жизнь, и мы не будем тратить свое время на поиски сахара. На второй странице – все, как всегда, и по кругу. Снова вырубают деревья под многоэтажки на берегу Свияги. Гость номера – Василий Мельниченко. Председатель общественного движения Федеральный сельсовет о том, что нет смысла чесать языком. В рубрике «Ваше здоровье» доктор Прохоров делится своим мнением о туберкулезе и ковиде, считая эти болезни уравнением с двумя переменными. Гость федеральной вкладки, академик Сергей Глазев, рассуждает о возрождении потерянной промышленности. И по традиции программа передач телеканала «Репортер 73», который смотрите в пакете эфирного сферного телевидения на канале ОТР. Напомним, телефоны 304173. Здесь ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию 304073. Смотрите «Репортер» не только в эфире. Мы присутствуем на всех ведущих российских социальных платформах. Все наши программы и сюжеты можно увидеть на Яндекс.Дзене. Подпишись и будь в курсе реальности.